привет привет с вами алена и давайте сегодня сделаем зачисточку пришли ко мне ноготочки вот такие красивенькие красненькие и пришли они с этим ко мне не впервые уже где-то года два назад были неприятностью этих ногтей но к сожалению все повторилось на первый взгляд покрытие ноготки отрасли вроде как бы ничего но девушка записалась на зачистку а естественно изнутри были видны уже нарушение уже было видно что там непорядок мы стали снимать стало понятно что у нас тут снова ожог оказывается два года назад она к нам уже обращалась такими проблемами но там было всего пару ногтей и тогда мы стабилизировали ситуацию вроде как все было очень даже неплохо а какое-то время она не покрывала ногти и вот она снова решила вернуться к покрытию потому что ну как ну хочется же красивой ноготочки да всем хочется ей тоже охота но мы видим тут типичную картину меня часто спрашивают как же понять ожог или не ожог и вообще что такое с ногтями происходит в общем простым языком выражаясь если ваши ногти поднялись обычно так описывают это люди отошли от кожи обычно говорят тоже мне в директ такое присылают если вы заглядываете под ногти и наблюдаете там какие-то непонятные шелушуньки и видите там странную нетипичную грязь вот так вот так выглядит еще как например на мизинчике это кстати говоря остатки ногтевого ложа это значит что у вас ожог и пора все быстренько снять и сделать зачистку поэтому именно зачистку сегодня будем выполнять начали мы с того что полностью освободили ногти от искусственного покрытия дальше берем кусачки для ногтей и начинаем срезать столько свободного края сколько технически можем сделать сразу хочу сказать что эти ногти нужно будет зачищать не один раз потому что сегодня мы уберем и на следующую зачистку она придет там снова нужно будет убирать но у нас есть нюанс она уезжает на море где-то недели на три поэтому я ее проконсультировала и объяснила как ей нужно будет ухаживать и подпиливать ногти самостоятельно это я сейчас тоже покажу вот пока мы срезали то что у нас получилось сейчас дорежем большой пальчик и дальше приступим зачищать сегодня буду твердосплавной фрезой потому что я пришла к выводу что это самый удобный и быстрый способ зачистки раньше я выглаживала алмазными и тратил на эту кучу времени а теперь у меня уходит на зачистку 10 пальцев ну не знаю может быть минут 30 может быть кто-то скажет что это долго но я работаю аккуратненько и 30 минут считаю вполне себе быстрым временем для такой манипуляции обратите внимание что везде торчит ногтевое ложе вот это вот странная трухлявая бахрома и погодите кричать что здесь их грибы и мухоморы ибо утверждать такое можно только после того как вы сдали анализ до этого момента говорить есть там что-то или нет мы просто не имеем права потому что только анализ в лаборатории с микроскопом и со всеми страданиями может нам показать наличие или отсутствие спор грибов но сейчас как говорится не об этом нам нужно совершать зачистку срезаем абсолютно все что только поддается срезу можно в некоторых ситуациях воспользоваться кутикульными кусачками я очень старалась в этот раз этого избегать потому что мне есть дурная привычка в сложно доступном местах подцеплять именно ими потому что лезвие у них тоньше но потом инструмент ждет заточкой я понимаю что это не очень правильно показывать так как я не испытываю проблем за . мне легко а другой мастер будет просто злиться каждый раз когда у него эти кусачки будут тупиться а вот сейчас тот самый момент когда я объясняю показываю и как же можно зачистить пальчик самостоятельно просто пилить пилкой здесь конечно видео было ускорено в живую это получается дольше и ну немножечко неприятные такие движения но тем не менее когда ты на море и у тебя просто нет выбора можно попилить и пилочкой поэтому были данные указания она все будет дочищать ей сказал что как только будет появляться кожа или ноготь который будет отходить сухость который можно спить чтобы она сразу ее зачищала объяснила ей где находится граница уже нормального здорового ногтя в общем в этом плане мы с ней разобрались ну а дальше я приступила к зачистке по моей стандартной схеме которую теперь я выбираю для своей работы зачищаю твердосплавной фрезой та самая фреза которая все еще в единственном экземпляре я стф конечно очень сильно трясу и жду когда выйдет та самая первая пилотная партия этих фрез изготовление оказалось не таким простым то есть там несколько видов насечек в общем там все на самом деле очень сложно но фреза крутая и она мне здесь тоже пригодилась по причине того что когда делаешь такую зачистку нужно чтобы не только пузико у фрезы пилила но чтобы ее носик тоже был рабочим и чтобы насечка там была не мелкая а достаточно крупная иначе будет просто греться и будет неприятно моя же фреза очень крупными хлопьями все это счищает также продолжаю дорабатывать кусачками в глубине души желаю взять кутикульные но борюсь с этим желанием что еще хочу сказать вообще когда я озвучиваю видео именно с ожогами мне кажется что все уже ну вот вообще прям все знают про ожоги потому что я делала это я даже не знаю сколько раз и такие видео есть не только у меня есть много классных девчонок блогеров которые показывают работу с такими ногтями есть крутые специалисты которые просто работают с этими ногтями но каждый раз находятся люди которые спрашивают а что это как отличить ожог там от того от этого анихолизис не анихолизис еще только они мне в директ честно говоря не присылают поэтому давайте еще раз пробежимся потому что же такое ожог как он выглядит первый симптом это когда ваши ногти поднялись второе это когда вы под ногтями видите то чего там раньше не было то есть какие-то такие вот щепочки шелушуньки что-то похожее немножко на древесину но это я так условно называю это тоже плохой сигнал третье это когда при снятии вы видите карманы и не просто белые карманы а именно вот с такой вот желтизной и черными полосочками черные полосочки это не занозы часто называют их за носками но это лопнувшие капиллярчики это все подлежит зачистке вот если вы что-то из этого у себя обнаружили то это значит что нужно идти зачищать дальше мне начинают говорить что вот я живу в таком городе где нет специалистов ну не может быть ребят такого чтобы не было специалистов это должна быть просто какая-то ну уж очень сильно глухая деревня чтобы прям совсем вот не было этих специалистов скорее всего вы недостаточно хорошо искали я очень советую искать по следующему принципу вы заходите в инстаграм и пишите хэштег подолок и название вашего города например хэштег подолок казань как можно найти меня предположим и также вы пишете любой другой город по такому хэштегу у вас вылезают аккаунты в которых делают вот некие похожие манипуляции на те что сейчас я произвожу либо там может быть что-то делают с росшими ногтями и так далее и все что вам нужно это написать в директ этого аккаунта скинуть фотографию вашей проблемы желательно при хорошем освещении с протертым объективом камеры да там поближе чтобы это было видно и спросить может ли человек вам с этим помочь но я просто уверена что выйдет несколько аккаунтов и там точно можно будет найти просто когда вы пишете мне в директ и говорите алена посоветую мне в сызрани подолго ну блин я же не могу всех знать из всех городов правильно я точно также залезаю начинаю искать по хэштегам отбираю для вас но к сожалению это занимает у меня очень много времени а время оказалось таким ресурсом который вообще ни за какие деньги не купишь в общем очень прошу пожалейте меня пожалуйста от этих поисков я конечно стараюсь я очень стараюсь я трачу колоссальное количество времени на эти поиски но попробуйте все же хоть что нибудь делать самостоятельно это ведь не так сложно ту информацию которую я могу вам давать я ее обязательно даю даю ее бесплатно как вы знаете нет никаких курсов и я ничего не продаю дополнительно но давайте будем учиться тоже проявлять гибкость ума и действовать самостоятельно ну в общем здесь я все вроде бы все сказала а мы уже закончили нашу зачистку ручки выглядят явно лучше чем до этого не забываем про уход ссылочки на инструменты и масла я тоже обязательно оставлю после этого клиента необходимо проконсультировать что нужно наносить масло и делать самомассаж ну и ждем ее с моря на следующие зачистки будем наблюдать пока пока с вами была алена до новых встреч не забывайте подписаться и поставить лайк